Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Кирилл Политов. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Занятия в горнице музея. Учеников сгоревшей школы в Косихинском районе переселят. Вместо лечения, пытки и унижения сбежавший из реабилитационного центра для алкоголиков пожаловал соследователям на издевательство. Быстрее воды алтайские грибцы привезли целый россыпь медалей с первенства России. Итак, учебный год в нестандартных условиях начнется для полсотни детей в Косихинском районе. В школе села Верхжилино произошел пожар. Полностью выгорели кабинеты директора и коридор. Уничтоженная электропроводка. На месте побывала Анастасия Дороган. Горелый слой штукатурки соскребает под корень. Только так здесь могут избавиться от запаха. Стены, потолок – это только коридор. Работы много, рабочих тоже. На восстановление школы идет весь поселок. Я выпустился в 2012 году. Вычищаем стены, чтобы потом можно было строители приедут, положить новую штукатурку на стену. Пожар начался в 3.30 утра. Огонь увидели случайно. Сторожа здесь после оптимизации нет. Скажали, что возгорание произошло отсюда. Директорская, да, вот здесь. А учительская вот, прямо над ней. Здесь больше всего школа пострадала, да? Да, вот оно идет, вот это место в основном. А тут-то задымление вот поплавилось. Чтобы приступить к ремонту, взрослые дети освобождают здание. В сентябрю не успеют, но учеба начнется. Вновь за партой сядут в доме музея Топорова народного просветителя. В начальную школу в две смены разместим в этом кабинете. И там соседняя, там горница, она называется музей. Теперь это будет тоже класс. Уже посмотрите, мы поставили. Сегодня отмыли мебель. Уже все, она была в ужасной копоте. Поставили. Ну, две недели, я думаю, после первого сентября. Строители тоже попросили побыстрее, но мы будем активно им помогать. Под занятие оборудуют еще один кабинет в самой школе, тренерскую и спортзал. Уже завтра сюда должны заехать строители. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. Дефицит учебных мест и отсутствие капремонта в школах. Эти и другие вопросы обсудили краевые власти во время рабочей поездки в Тюменцевские и Шалоболихинские районы. Чиновники побывали в двух местных учреждениях и оценили их состояние. С подробностями Валентина Аскерова. В Тюменцевской школе острый дефицит учебных мест. При этом число детей с каждым годом растет. Соответственно, вместительность уменьшается. Школа уже под завязку заполнена. Здесь учится около 700 человек. Местить всех в одну смену нереально. Поэтому дети, в том числе младших классов, вынуждены обучаться во вторую. А в ближайшее время сюда планируют перевезти еще 100 детей из местной коррекционной школы-интерната. Педагоги и чиновники района просят краевых властей к основному зданию школы добавить дополнительный корпус. Необходимо сделать там пристрой на 400 человек. Районные власти занимаются подготовкой проектно-сметной документации. Я поручение дал на то, чтобы ускорялись. Финансировать строительство будут из краевого и федерального бюджетов. Общая сумма и точная дата строительства пока неизвестны. Когда вы сказали подождать год-два, вот вы знаете, это вообще время так бежит, что два года мы даже вот без проблем. Мы вообще как бы... Вообще? Иван Иванович, год-два прозвучало. Второй объект посещения – Кипринская школа, что в Шилоболихинском районе. В ветхом здании, построенном почти полвека назад, капремонт не проводился ни разу. Зимой дети, по словам местной жительницы Татьяны Рендиной, попросту замерзают за школьной скамьей. Но в этом году школа попала в краевую программу 85 на 85. И у сельчан, и их детей, наконец, появилась надежда. Наконец-то мы дождались этого ремонта. Ждали не только мы, но и дети ждали. И надеемся, что все получится. К капремонту уже приступили. До учебного года полностью обновится фасад здания. Заменят крышу и установят пластиковые окна. На это выделено 15 миллионов рублей. А в следующем году школа преобразится и изнутри. Просто будет школа нового типа. Вот старый скелет останется, а все новый будет. Пол, коммуникации. Немало остается проблемы в других учебных заведениях края. Но их обещают постепенно устранить. Так, в ближайшие пять лет по программе 85 на 85 должны построить и капитально отремонтировать около 50 объектов образования. Валентина Аскерова, Николай Шелко. Наши новости. Продлят ли контракт с ректором классического университета, вопрос пока открыт. И сегодня Сергею Землякову исполняется 66. Но предельный возраст нахождения на посту руководителя вуза 65 лет. Напомним, в году минувшем полномочия Землякова по согласованию с Миноборнауки России продлили на год. Нам стало известно, что сегодня в вузе проходит заседание ректората, где, вероятно, и будет озвучено решение, которое приняли в Москве. Но, к слову, руководитель классического вуза подавал документы на очередной годовой контракт и их успел подписать экс-губернатор Александр Карлин. Документы также должен завизировать полпредпрезидента по Сибирскому федеральному округу и только после этого министр науки и высшего образования России. Сотрудники МЧС России начали проверку избирательных участков, которые будут работать в единый день голосования 9 сентября. Специалисты оценят, как соблюдается правило противопожарной безопасности. В день выборов губернатора будет работать почти 1900 участков. Большинство из них проведут осмотр, проверят состояние путей для эвакуации, наличие аварийных выходов и необходимых средств для пожаротушения. По результатам проверки специалисты госпожнодзора дадут рекомендации по устранению выявленных нарушений. Житель Павловского района пожаловался на бесконечные издевательства в одном из реабилитационных центров края. Оттуда мужчина сбежал, говорит, устал от постоянных унижений над ним. Примечательно и то, что в частное учреждение, призванное помогать в лечении от наркотической и алкогольной зависимости, наш земляк, говорит, попал не по своей воле. Сразу же после этого побега мужчина обратился к следователям, которым предстоит оценить действия сотрудников центра. О гранях дозволенного в нашем следующем материале. Тут синяк-то он уже прошел, то есть вот так вот, чуть-чуть его, то есть видно там немного, он уже прошел, ну так просто нога еще болит. Это сейчас он может ходить без особых усилий. Многочисленные ссадины на теле уже зажили. Правда, беспокоят сломанные ребра, отбитые почки, разорванная барабанная перепонка. В стены краевой клинической, по словам Сергея, он попал прямиком из стен реабилитационного центра. Опора Алтая, по мнению подруги Сергея, должна была стать опорой в борьбе с алкоголизмом мужчины. Девушка обратилась к специалистам центра, внесла плату 25 тысяч рублей. Буквально после этого за Сергеем, как он рассказывает, приехали сотрудники учреждения и силы увезли в неизвестном направлении. На так называемом лечении Сергей пробыл 40 дней. Все это время, уверяет, планировал побег. В итоге задуманное удалось. Не стало преградой даже расстояние до Барнаула в 80 километров. Я сутки добирался пешком до дома, то есть минуя, то есть там дороги, там это прям был такой, я не знаю, квест какой-то. Учреждением, где проходит лечение от наркотической и алкогольной зависимости, оказался частным домом в центре из села Хабазино Топчихинского района. Высокий забор и никаких обозначений. С кем-то из представителей вашего реабилитационного центра можно поговорить? Вы сотрудник, наверное, да? Сейчас руководство подъедет, пообщаетесь. Оно здесь, да? Ну да, сейчас подъедет, через 10. Представители организации не заставили себя долго ждать. Ровно через 10 минут на пороге появилась группа молодых людей. Не надо снимать. Тебя как зовут? Меня Алексей. Тебе что, непонятно? Хорошо договорились. Камеру не трогайте. Надо снимать. Камеру не трогайте. С тем, что рассказывал нам Сергей, сотрудники учреждения не согласны, уверяют. Такого просто быть не могло. На самом деле, я считаю, это сплошной фикцией, потому что наш центр ведет прозрачную деятельность. Мы работаем давно, к нам периодически приезжают и с проверками, и просто с паниторингом. По какой причине данный молодой человек написал данную клевету, я не могу прокомментировать. Клевета это или нет, теперь предстоит выяснить краевым следователям. Сергей написал заявление, где подробно описал дни пребывания в центре. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по сообщению о незаконном удержании, а также неправомерных действиях к жителю города Барнаула со стороны сотрудников Центра реабилитации для нарко- и алкозависимых, который расположен в Топчихинском районе. Как раз в момент нашей съемки в Хабазино, по всей видимости, началась та самая проверка. Правоохранители зашли в здание, после стали опрашивать соседей. Скажите, пожалуйста, реабилитационный центр у вас на хорошем счету? Как он характеризуется? Да, на хорошем счету. Ранее никаких не было ни замечаний, ничего. Точно так же, исключительно положительно, о работе организации говорят соседи. Я никогда не слышала, чтобы что-то было такое противоправное. Обычные разговаривают, даже по имени-отчеству обращаются к друг другу. Ну и как бы помогают. Если вот зовешь их на помощь, они вообще всему селу помогают, ходят. Такого, чтобы что-то там особого кого-то гнобили, я ни разу не слышала, честно говорю. Избежать таких историй, уверяет директор подобной организации Дмитрий Симонков, помогут только дополнительные меры. Для этого, говорит эксперт, нужно на законодательном уровне закрепить работу специализированных групп, которые бы могли проверить, как и чем живут частные реабилитационные центры. Такая группа, которая бы могла в определенный момент, типа, от такой выездной комиссии выехать. Естественно, это должно быть, так, можно сказать, нежданчиком, да. Люди постоянно, то есть, особенно зависим от того. То есть, ну и свой уход надо с чем-то оправдать перед родственниками. И всячески там придумывать истории, что там и издеваются, и кормят, и все такое. Сегодня деятельность негосударственных реабилитационных центров, которых в стране тысячи, по сути, никто не регулирует. Отдельного закона об их деятельности нет. Проверки проходят только после заявлений. В итоге неизвестно, какими методами лечат наркоманов и алкоголиков. Но вот между тем, их родные часто не знают, куда бы еще можно было отправить человека на реабилитацию. Что же касается Сергея, то он ждет операцию и надеется, что она вернет ему частично потерянный слух. Врачи заверяют о благоприятном исходе. Правда, иногда по ночам его все еще мучают кошмары. Когда ночью, допустим, вдруг проснусь, да, или там под утро, когда, допустим, подъем, вот. Я говорил себе, блин, да это сонно, это не со мной, это не может быть. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. Защита от болезней. Сегодня в Край поступила первая партия вакцины против гриппа. Это около трети от нужного количества. Лекарства уже начали распределять по больницам, а с 27 августа врачи планируют начать кампанию по вакцинации жителей региона. Этот сезон, обещают медики, пройдет без тяжелых форм. На Алтае не прогнозируют появление гриппа новых штаммов. При этом жителям региона по-прежнему угрожают Мичиган, Сингапур, Колорадо и Пхукет. Это различные типы вируса. Сейчас самое время делать прививки, говорят эксперты препарата отечественного производства. Уколы в первую очередь могут поставить детям, студентам и взрослым, которые работают с массовым количеством людей, например, учителям или врачам. Причем бесплатно. Вакцинация начнется в начале сентября и продлится до конца октября. Пик заболеваний, по прогнозам, придется на ноябрь-декабрь. Единственной специфической профилактикой вируса заболевания гриппом является вакцинация. Все остальные мероприятия, конечно, они необходимы, их нужно проводить. То есть начиная от банального закаливания, витаминотерапии, разобщения контактов, мытье рук. То есть можно перечислять вот эти неспецифические меры профилактики, которые в принципе укрепляют организм человека. Но именно на сам вирус гриппа действуют только вакцины. Мини-лаборатория, современный логопедический кабинет, интерактивная зона для изучения ПДД. Детские сады зонального района признаны победителями конкурса, который проводит фонд Александра Прокопьева среди дошкольных учреждений. Накануне пять детских садов из разных сел района презентовали свои проекты и получили гранты на их реализацию. Возьмем стакан с газированной водой и кладем туда чайную ложку соды. Перемешаем. Газировка – это сплошная химия, а вот морс – продукт натуральный. Такой вывод воспитанники детского сада «Солнышко» из Новой Чемровки сделали после собственноручно проведенных исследований. И сейчас для развития познавательных способностей посредством опытов в дошкольном учреждении будет создана мини-лаборатория. Детский сад на приобретение необходимого оборудования от фонда Александра Прокопьева получил грантовую поддержку в размере 50 тысяч рублей. Детский сад «Солнышко» села Новая Чемровка. Реализовать свои развивающие и творческие проекты получится еще у четырех детских садов Зонального района. Все они также вошли в число победителей. Дошкольные учреждения сел Клешково, Соколово и Зональное участвовали в номинации «Игра – это серьезно». Проекты направлены на изучение правил дорожного движения. Эта тема очень актуальна. Вообще не только в Зональном районе, а по всему Алтайскому краю. Дети – это наше будущее. Мы должны обеспечить им безопасность. Современное оборудование, а также различные игровые комплексы, которые будут приобретены на средства гранта, помогут дошколятам более качественно изучить правила дорожного движения, что, безусловно, поможет сократить число аварий с участием детей. Мы первоначально начинаем знакомить детей с правилами дорожного движения. При поступлении в школу он должен знать и уметь, как переходить улицу, на какой свет и прочие-прочие правила. Как вести себя в транспорте, как выходить из транспорта. А вот в дошкольном учреждении села Буланиха уверены, что, отправляя ребенка в первый класс, он не только должен знать правила дорожного движения, но и правильно говорить. Поэтому детский сад представил проект, направленный на развитие детей с патологией речи. Руководство планирует на полученные средства оборудовать логопедическую комнату для индивидуальных занятий. Если им не поправить речь, то у ребенка просто будет дисграфия. Это нарушение письма. Ребенок слышит, пониматический слух мы развиваем, и, соответственно, ребенок будет правильно написать. Реализация проектов в дошкольных учреждениях Зонального района начнется уже в ближайшие месяцы. А тем временем к защите своих идей готовятся детские сады еще четырех крупных районов Алтайского края. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. БИСК специально для наших новостей. Пока на стадии переговоров подписание договора аренды между Хоккейным Алтаем и руководством Ледовой Карандин-арены перенесено. Ранее в целом ряде СМИ сообщалось, что стороны могут поставить подписи в документах уже сегодня, 20 августа. Но по нашей информации называются новые сроки до конца этой недели. До сих пор не ясно и другое, будет ли клуб Алтай играть там регулярной матчю ВХЛ после закрытия Дворца зрелища спорта. На днях в арене на Жасминой 3 побывал инспектор из Москвы, который проверил объект на наличие недостатков. Их было насчитано 26. Но это, к примеру, отсутствие дополнительных раздевалок для медицинского персонала и игроков. Реконструкция потребует около 3 миллионов рублей. После изменений Карандин-арену ждет дополнительная проверка. Целую россыпь медалей везут алтайские грибцы с первенства страны. За быстрые секунды в городе Энгельс с Саратовской области боролись воспитанники Краевой спортивной школы Олимпийского резерва Константина Костенко. Ну так вот теперь к результатам. В стартах до 17 лет у наших земляков два серебра и три бронзы. Подняться, правда, на верхнюю ступень пьедестала все же не удалось. Зато этот пробел сполна восполнили их коллеги. Речь идет уже про первенство до 19 лет. Там удалось завоевать две золотые, одну серебряную. По итогам сезона сразу три ученика этой спортшколы впервые в истории Краевой гребли выполнили норматив мастер спорта. В Барнауле в автоцентре АЕМ представили автомобиль нового поколения Volkswagen Touareg. Официальный дилер Volkswagen провел день открытых дверей, где любой желающий мог опробовать машину на дорогах Краевой столицы. Подробности в нашем сюжете. Добрый день, мы рады приветствовать вас в автоцентре Volkswagen, Volkswagen АЕМ. Сегодня мы хотели бы вам представить обновленное третье поколение автомобиля Volkswagen Touareg. Он перед вами. Все, Куля, заводи, поехали. Завести и поехать смогли все желающие испробовать новинку. За два дня, посвященных тест-драйву, за рулем Touareg в полной комплектации побывало свыше 40 человек. Именно они и рассказали нам о своих ощущениях. Комфортнее, плавнее, особенно если на неровной дороге. Звук кочки, а ощущения от нее как такового нет. То есть действительно очень хороший автомобиль, супер. В новом поколении инженеры добавили массу очень полезных функций. Мультимедийная панель с возможностью задания настроек под каждого водителя, ассистент контроля слепых зон, система ночного видения, подруливающая задняя ось. Это и многое другое сделало автомобиль намного маневреннее и в то же время безопаснее. Первое впечатление, конечно, вау от автомобиля. Удобный, комфортабельный автомобиль. Очень много интересных новинок появилось. Приходите и вы за флагманом бренда Volkswagen в первый цифровой шоурум в Алтайском крае. Автоцентр IEM на Попова 165. Концепция Digital предполагает полное погружение клиента в технологичный мир Volkswagen. В завершении выпуска по традиции о погоде спонсор прогноза погоды компания Evalar. Реагируйте на погоду? В любую погоду лекарство Ginkoom способно устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. Ginkoom в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. Evalar. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Завтра в крае переменная облачность. Жара немного спадет и местами пройдут дожди. Плюс 23 ожидается в Змеиногорске и Славгороде. До 26 тепла в Камнино-Обид. 28 выше нуля в Бийске и Белокурихе. В Барнауле ночью до плюс 17 днем. 27 выше нуля. Переменная облачность. Ветер восточный слабый. На этом у меня все новости. Напоминаю, телефон нашей редакции в Барнауле прежней 722 440. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok